итак вот у нас для пирога ингредиенты абрикосовый пирог что сразу скажу что есть эксперимент здесь и есть нечто необычное для тех кому сахар противопоказан то предложилась мне такая идея это стевия использовать стевию и и тут почти чай столовую ложку запарила и попробую использовать вообще-то знаю что в японии не пользуются сахаром они пользуются стевии когда консервацию делают вот я ее процедила я думаю я еще ему могу потом использовать и в общем вот немножечко у меня стевии абрикосы кисловат сразу могу сказать я так может быть ее сейчас уже начну так поливать чтобы она начинала впитываться от стевии что она будет непредсказуемо это все первый раз второе то что совсем по-другому и наверное такого нигде не увидите это таким образом я гашу соду я ее гашу алычевой вот она замороженная у меня я достала сейчас я погашу но в принципе сейчас нам не к спеху ее гасить но я просто вам там потом покажу как это происходит теперь что еще не так как у людей как говорится это кроме того что белую муку кстати вот это мне нравится лайфхак через такое сетечко я ее просеяла а говорится что нужно темная мука и конечно именно в темной муки вот она у меня об дырные борошно вот это лучше всего для здоровья здесь в ней витамины есть а в белой муке там очень мало витаминов и вообще рекомендуется для тех у кого умственная деятельность и кто хочет здоровье фигуру ну по возможности исключить белую муку но все-таки я ее положила тут вы видели и я думаю что немножко мы ее все-таки добавили вот теперь темную ложа муку нужно 300 грамм а как ее посчитать 300 грамм тоже на глазок буду считать если здесь килограмм сколько 300 грамм еще здесь немножко было вот просеиваем ой интересно как ребенку в пасочки чувствуешь себя ребенком даже сложно сказать сколько тут ее наверное еще насыплю будем потом ориентироваться сколько ее получилось да вот пока вот начистились косточки на косточки повынимали пока все подумала как бы без сахара обойтись ну конечно если не получится то я еще знаете финиками заменяю сахар в основном мед тоже это только в конце можно было когда на них не горячее потому что вот садгуру говорит что мед нельзя термообрабатывать под большими температурами то потом яд получается если я вот доверяю садгуру поэтому стараюсь так учитывать эту информацию так ну теперь у нас вот здесь миксер ой я вам скажу я вообще давно ничего не делала так не готовила а так как у меня завтра день рождения я решила еще там в телеграме посмотрела как нина зверева сделала такой пирог отличный то я вот решила тоже так здесь немножко щепотка соли я кстати солью морской пользуюсь ну в идеале было здесь был здесь сахар в идеале но я что-то всю остыве использовала ну правда здесь еще немножко осталось она в 10 раз слаще чем сахар поэтому так что у нас здесь как его включать